здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня в этом ролике мы посмотрим по продвижению по составлению ключевых слов как они составляются и как с их помощью продвигать свой товар на амазоне этот ролик записывается после того как в чате у нас пошел разговор по этой теме итак у одного из участников чата был товар который многим известный джозеф кэш вы вывел на первую страницу по вот этим вот ключевым словам фитнес трапс но это фитнес ремни как каким образом это делается ну давайте рассмотрим это на google тренде вот это вот слова сочетания вставим в google тренд это уже проделал вот она соединенные штаты год за год смотрим поисковый запрос в категории спорт и здесь выставляем google покупки это все здесь из выплывающего списка можно выставить видим здесь видно что именно это слова сочетание она как сказать она дерганая нервная то есть это вполне возможно что именно при продвижении или при каких-то опыт тогда использовалась потому что то есть этот запрос то его абсолютно нету в течение допустим месяца даже больше вообще этот запрос отсутствует потом несколько дней он есть потом снова его нет то есть вполне обоснованно можно предложить что это испытывалось вот это вот словосочетание это становится более понятным чуть позже покажу где как делается вот такое вот словосочетание и по нему выводится на амазоне на первые места вот поэтому запроса у меня на первом месте посмотрите какой я хороший берется вот другое слово фитнес которая имеет довольно таки хороший спрос скажем так устойчивый запрос поисковый в течение года в категории здесь красота и фитнес потому что чисто в спорт по выпадающему списку можно вставить но это так сказать относится и красоте этот ключевик вот это вот ключевое слово опять же google покупки за 12 месяцев берем второе слово стрэпс ну это ремни и лямки вот если навести вот на вот это слово видно что это имеет рам можно заменить допустим там вплоть до стропы вот это слово можно заменить и тогда уже вообще нулевой получится запрос вот такой вот если здесь заменить вот это слово на аналог который вообще никаким запросам вот belt например или belts заменить просто это слово то тогда по этому запросу молниеносно можно выйти на первое место просто надо чтобы кто-то набирал вот этот запрос второе слово мы посмотрели да вот это ремни ремни лямки ремешки тоже в спорте тоже в google покупки тоже за 12 месяцев и вот теперь когда мы делаем сравнительный анализ вот ставим этот запрос фитнес стрэпс фитнес и стрэпс то видим что именно вот такой вот запрос фитнес стрэпс он нулевой то есть шесть запросов там не знаю пять запросов вообще их нету то есть вполне обоснованно можно предложить что вот это вот вот этот вот график он шел с нескольких айпи скорее всего поэтому при сравнительном анализе он у нас оказывается нулевой то есть вот этот самый товар вот который продвигался по этим двум ключевым словам и показывался как он на первой странице вот фитнес стрэпс он выводился на первую страницу выскакивал теперь если мы посмотрим то что нам вышло на первой странице какие товары именно по этому ключевому запросу мы увидим что ни в одном названии не не в одном наименовании нигде у нас этого запроса не будет то есть если бы нормально взяться и продвигать по этим двум ключевым словам то очень быстро можно выйти сюда на первую страницу очень быстро потому что это словосочетание никто не использует но практически никто это этот товар теперь по более подробно вот этот товар у нас спонсорский это рекламный товар его не считаем по этому запросу у нас первым по появилась появляется вот этот вот вот эти ремни вот этот товар который у нас вот он вот это у нас первое выставляется то есть он даже показался нам первее чем вот этот вот бестселлер по тому запросу о котором мы уже говорили если он пролистать там не знаю до двадцатой страницы наверное в самом конце у нас будет товар который соответствует данному поисковому запросу на сто процентов этот товар сейчас вот этот вот смотрите фитнес стрэйпс от компании фитнес стрэйпс и так далее но он он не выходит нам в поиск и даже скажу больше вот на первой странице по этому поиску вот когда забиваем поиск он тут есть вот зарегистрирован как торговая марка кстати это еще по перекликаясь с тем разговором вот они бренды вот бренды это наш коллега который попал со своим товаром вот TRX бренд зарегистрирован то есть под этим брендом поставлять на amazon на FBA товар ну это только позволительно новичку и то если он самостоятельно все это делает но никак не под чутким руководством гору интернета и amazon давайте вот теперь опять же вернемся к ключевым словам почему первым показывается вот этот товар потому что у этого товара больше всего совпадений по одному из двух ключевых слов вот фитнес и стрэпс самое большее совпадение у именно у этого товара где они ну здесь вон подсвечены они давайте вот прямо сверху пройдем пройдем и посмотрим в названии нету это категория это не считается название этого слова нету где она есть она будет подсвечиваться желтым цветом это другие товары которые не имеют отношения к этому продукту это детали продукта тоже здесь нету этого слова это опять же спонсорские товары вот мы видим это слово стрэпс оно не имеет отношения к нашему товару а вот это уже вопросы и ответы то есть по данному товару по данному продукту были вопросы к продавцу это организовать очень легко по большому счету в фейсбучных группах и так далее там пишется вопрос тут даже покупать не надо пишется вопрос с употреблением вот этого слова тут видно на сто процентов что продавец по этим словам не продвигает свой товар он по другим ключевым словам продвигает а то бы в ответах у него были использованы эти слова чтобы выходила видите опять в вопросе эти два слова то есть в одном вопросе сразу два раза используется это слово вот используется в самом вопросе не в ответе в ревью это уже отзывы покупателей вот вот это слово вот это слово вот это слово вот оно вот оно это уже делается на определенных условиях о которых я скажу тоже в конце этого ролика чтобы были отзывы о данном продукте вот еще это слово вот оно вот оно вот видите как много использовано это слово поэтому ориентируясь на эти слова дальше по моему уже да все ориентируясь на эти слова на эти слова straps вот на эти ключевые слова давайте их поставим на место google нам выдал то есть амазоновский поиск нам выдал именно вот это на первом месте хотя еще раз повторю что здесь есть бестселлер у которого тоже есть эти ключевики но который ниже него почему так произошло потому что вот это вот он по моему нет это тот же самый до товар у нас так минуточку 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 да это тот который на первом месте это тот который который у нас бестселлер опять слова straps это к нему не относится только в одном месте продавец использовал в описании продукта эта категория не считаем в вопросах нету этого слова есть в review straps straps то есть и все видно что и этот это уже тоже не относится к самому продавцу это с другие это рекламные по эти но это слово у него тоже используется тоже используется потому что если его поставить в единственном числе в единственном числе ну это понятно да что amazon тоже там считает единственное число не единственное там множественно то есть умные машины и так самого названия вот strap есть вот в буллите есть это слово это не его это тоже не его и вот в описании то есть но это во множественном и смотрите сколько раз он использует в описании это слово strap 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 поэтому и ну и поэтому у него бестселлер этот продукт то есть когда покупатель ищет именно ленты вот в опросе есть strap вот это не это мы смотрели и вот смотрите сколько это слово как много раз используется в отзывах видите везде желтым подсвечены везде но вся страница желтая то есть покупатель которому нужны именно вот эти ленты эти лямки для фитнеса видите он набирает там фитнес страница стреп йога стреп или там гимнастика стреп да скажем так ну что то такое он это слово обязательно вбивает и видите как много раз у него используется это слово и в ревью и в описании два раза использовано но дальше это уже все вот еще раз посмотрите сколько разве в ревью это слово используется то есть само слово фитнес здесь опять же нигде не присутствует вот это слово фитнес наш товарищ вот продавал вот это вот этот вот товар то есть под этой торговой маркой и конструкция где-то была аналогичная ну давайте посмотрим где у него используется у него по моему тоже именно во множественном числе нету во множественном числе нету вот в одном месте видите используется это слово это его описание продукта очень грамотная очень наглядная ну а слово стреп в единственном числе используется вот эти в двух местах здесь он использует это слово здесь здесь и вот таким вот образом выходят те или иные товары а теперь давайте посмотрим вот на этот товар который и в названии у него использовано фитнес-трепс и сам продавец там выбрал себе название премьер фитнес-трепс но что он делает дальше в буллетах нигде нету не ни того ни другого слова давайте так проверим еще раз может есть у него где вот в названии но это мы смотрели уже тут есть 22 здесь в буллетах нету дальше вот в описании в одном месте есть ну и здесь уже review review вот в одном месте все ну вот так если ты уже создал именно торговую марку бренд в котором у тебя написано при пример фитнес-трепс да вот это его магазин тут всего три товара вот это вот те два слова по которым продвигался наш товарищ и вот этот ну кто ли продвигается то ли нет но само вот это слово сочетание он практически не использует даже название своей фирмы своего магазина но это это очень неправильно теперь двух словах о том что вот вопросы задаем вопросах да мы здесь видели на примере вот этого по моему до товара да вот в вопросах видите вот используется тот который нам на первом месте вы выдался то есть это вопросы ответы это даже не надо покупать но в группе в фейсбуке допустим если человек хочет про продвигать по этому названию по этому ключевому слову то он может там ну аккуратненько попросить что вот посмотрите у меня вот интересный такой товар какие у вас будут вопросы по нему пожалуйста там задавайте постараюсь ответить но вопросы чтобы задавались вот здесь это никак никак абсолютно не блокируются амазоном покупатель интересуется ты отвечаешь все если тут открыть еще там вопросы и ответы посмотреть возможно еще найдем такие слова которые нас интересуют смотрите вон еще открылись еще открылись то есть это не возбраняется таким образом можно ключевые слов под свой продукт набрать ну море ну естественно самое ценное вот это вот чтобы в обзорах в ревью в отзывах о товаре были твои ключевые слова кроме того чтобы составить правильное описание и правильное название вот два таких вот интересных сайта ревью квик и аналогичный amz review трейдер что это такое ты сюда можно зарегистрироваться как продавец и как покупатель есть два варианта и за скидки за копеечные даже за 0 за 0 там центов тебе предлагают взять этот товар здесь их очень много очень много и оставить о товаре отзыв оставить отзыв ну кликая по любому из этих товаров можно увидеть 64 процентов скидка 6 но в пол цены до даже меньше посмотреть на сам товар можно перейти на amazon его посмотреть есть много интересных товаров и американцы там делают это есть даже специальные такие ревьюеры которые сидят на таких сайтах вот смотрите стильный бумажник да за 95 центов почему бы какого-нибудь там кому делать нечего не купить это за доллар вот кликом по этой кнопке можно посмотреть этот товар на amazon сейчас он откроется вот он и продается посмотреть на него более так внимательно и аккуратно из чего он состоит как какой он ну и купить его за доллара оставить ревью это это не сложно аналогичный вот другой сайт он тоже такой же здесь с роликом с описанием вот товары их тоже очень много есть выбор тут где-то даже нулевой чтобы бесплатные товары сейчас запись идет с низкой цены что-то у меня все зависло тут давайте типа закрываю все равно это не надо все бесплатно бесплатная раздача товаров лишь бы написать там отзыв по ним сейчас пусть подгрузится посмотрите что есть тут товары ну бесплатно все еще загружаемся так так какие-то лекарства какие-то не знаю что то тут бодибилдеры какой-то бампер для айфона какая-то тачскрин то есть это пленка ну бесплатно просто бери бери и напиши там что-нибудь что это интересный товар ревью нау через чатики до симпатичные ну это надо зарегистрироваться чтобы писать но бесплатно неплохо да тут много товаров таких люди раздают все все подряд бесплатно лишь бы им написали хороший ревью ну вот пожалуй и все по ключевым словам ребята и девчата как их подбирать как правильно написать описание по каким вы хотите продвигать словам свой товар обязательно надо использовать в названии в тех буллетах а ну вот эти которые рядом да вот рядом с товаром это под товаром точнее это буллеты называются давайте с истории открою ну то мы все по все знают что такое будет это вот это вот это вот здесь желательно использовать в описании опять же в описании товара тоже используйте эти слова по которым хотите продвигать вот здесь в деталях постарайтесь их использовать вот описание и так далее но этот товар амазон продвигает наш наш друг попал конкретно под раздачу это амазоновский в принципе то ворота под этой торговой маркой trx и так всем удачи всем пока всем вам успехов будьте аккуратны и до встречи с вами был феликс